Как сохранить стимул к действию, если всё идёт не по-вашему, несмотря на все усилия и старания? Это ещё одна идея, которая обошла весь мир, что что-то должно мотивировать вас делать то, чем вы занимаетесь. Если то, чем вы занимаетесь, является достаточно значимым, вам не нужно, чтобы что-то ещё вас мотивировало. Если то, что вы делаете, действительно значимо для жизни, зачем вам нужна какая-либо мотивация, чтобы это осуществить? Если вы действительно понимаете и испытываете, что то, что вы делаете, по-настоящему важно для каждой жизни вокруг вас, тогда вам не нужна мотивация. Жизнь просто происходит. Нужна ли вашему сердцу мотивация, чтобы продолжать биться? Скажите мне. Все жизненные процессы не требуют какой-нибудь мотивации, не так ли? Приближается сезон дождей. Здесь есть мотивация? Нет, это происходит год за годом, потому что идёт естественный процесс. Точно так же у вас и во мне просто происходит жизнь. Я хочу сказать, что если вы делаете что-то, что соответствует фундаментальному жизненному процессу того, кем вы являетесь, это может найти миллион проявлений. Не обязательно это будет просто духовное учение. Это может найти миллион проявлений. Если то, что вы делаете, согласуется с основами жизненного процесса, тогда вам не нужно будет, чтобы вас что-то мотивировало. Это просто произойдёт как часть жизни. То, как много вы делаете, просто зависит от того, как много времени вы вложили в самосовершенствование. Проблема этого мира сейчас в том, что люди всегда пытаются улучшить свою деятельность. Если вы совершенствуете свою деятельность без совершенствования себя, тогда вы неизбежно где-то сломаетесь. Это как ехать по трассе Формулы-1, потому что вы хотите быть на быстрой трассе, и вы едете на своей крошечной Марути 800. И если вы наберёте нужную скорость, все четыре колеса отправятся в четырёх разных направлениях. Машина не выдержит. Если вы хотите ехать на такой скорости и ехать по такой трассе, вы должны подготовить машину. Важно её обновление. Если вы усовершенствуете себя, деятельность будет просто происходить. Многие вокруг меня часто думают, что я сверхчеловек из-за деятельности, которую я выполняю. Дело не в том, чтобы быть сверхчеловеком. Если вы исследуете возможности человеческого существования, если вы исследуете возможности необъятности человеческого существования, то поймёте, что вам не нужно быть суперменом. Быть человеком — это уже супер. Вам не понадобится какой-либо внешний стимул или какой-либо источник вдохновения. Это сделает сам процесс жизни. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok